Привет всем, кто верит в себя. Меня зовут Эван, и я верю в вас. Я хочу помочь вам открыть в себе уникальный талант и реализовать его на 100%. И для этого сегодня мы поговорим о шести психологических приемах, благодаря которым вы будете мгновенно нравиться окружающим. Больше всего мне нравится пункт номер два. Конечно, мне интересно, какой прием больше всего понравится вам. И еще, ребята, если какая-то мысль или фраза произведет на вас особое впечатление, процитируйте ее в комментариях и не забудьте кавычки, чтобы и другие могли вдохновиться этой идеей. Поехали! Прием номер два. Излучай положительную энергию. На работе мне нужно было появляться с улыбкой и генерировать положительную энергию. Я даже сделал себе футболку с надписью «Позитивная энергия». Это важная часть моей работы. Неважно, где бы я ни находился, на работе, в кругу семьи, обсуждая что-то с коллегами, я генерирую положительную энергию. Мы живем каждое мгновение нашей жизни. Зачем же тратить эти моменты на негатив? Зачем отравлять существование себе и окружающим негативной энергией? Для меня крайне важно посылать добро и конструктивную энергию в мир. Эти вибрации передаются окружающим, и они, в свою очередь, начинают излучать добро. Все в этом мире взаимосвязано. Так по цепочке позитивная энергия передается от человека к человеку. Чем больше вы посылаете во вселенную добра, чем больше положительной энергии вы транслируете в окружающий вас мир, тем больше добра вы получаете взамен. Вообще, добро порождает добро, так что не скупитесь на позитив. Правило номер три – демонстрируй доброту и любовь. Никогда не позволяйте окружающим разубедить вас в том, как клево быть добрым. Я долго боролась за право быть доброй. Люди часто ведут себя так, как будто быть добрым не модно, банально и несовременно. Но в глубине души я всегда чувствовала, что хочу нести добро людям и делиться с ними всем тем хорошим, что есть во мне. Когда я была подростком, мне приходилось себя сдерживать, потому что доброта как-то мало ценилась, и это меня просто душило. И я должна была повторять саму себе снова и снова, что доброта прекрасна, это замечательное качество. Окружающие могут думать, что угодно, это их дело, но не позволяйте им мешать вам оставаться самим собой и делать то, к чему у вас лежит душа. Правило номер четыре – не забывай о чувстве юмора. У меня есть, так сказать, локальные цели, которые можно достичь за несколько лет. Но есть и глобальные, например, основать колонию на Марсе и позволить человеку жить на других планетах. То есть раздвинуть границы его существования. Конечно, мой проект может быть менее важен, чем, скажем, система здравоохранения, но все же более важен, чем, скажем, косметика. Нет, не подумайте, я за косметику. Я совсем не против косметики, я только за. Я люблю косметику. Но если сравнивать помаду и колонию на Марсе, не знаю, ребят, что тут важнее. Последние несколько дней люди очень живо обсуждают один вопрос. Мы должны рассчитывать на, так сказать, билет в один конец только до Марса? Как вообще следует колонизировать другие планеты? Как, по-вашему, люди будут хотеть отправиться на Марс? Что вы думаете об этом? Думаю, что люди будут сломя голову бежать в очередь желающих отправиться на Марс. Давайте прямо сейчас спросим аудиторию, кто бы подписался под эту затею. Ага, видите, не полный зал желающих, но на парочку миссий хватит. Думаю, тут нужно оговориться. Миссия в один конец, после чего вы умираете, или же миссия в один конец, после чего вы получаете дополнительное обеспечение всем необходимым. Как говорится, две большие разницы. Ребята, мы голосуем за второй вариант. Именно. Не могу не согласиться. И тут есть еще один важный момент. Мы не можем оставлять космические корабли на Марсе. Не дрова какие-нибудь? Их нужно отправлять обратно. А не денег стоит. Нельзя просто прилететь на них и оставить, как самокат на парковке. Так что, если вы даже хотите там остаться, корабль следует отправить обратно. Ясно, спасибо, что объяснили. Представляю, как бы это выглядело через некоторое время. Стоят себе ракеты рядами, нехилый такой личный транспорт. Нет, ребята, они нужны нам на земле. Говоря о разных безумных вещах, не могу не вспомнить про то, как мы летали в Россию, чтобы купить пару самых больших российских межконтинентальных баллистических ракет. Ощущения были специфические. Как вообще проходили ваши переговоры? Вы начинаете общаться с людьми и очень быстро начинаете понимать, что к чему. Вы общаетесь с представителями ракетных войск. И знаете, русские такие капиталисты. У меня было несколько встреч в очень странных местах. Они выглядели как какие-то лечебницы. И снова мы возвращаемся к теме чего-то странного и безумного. Серьезно, в одном помещении были стены, обитые войлоком. Я даже спросил, зачем вам стены, обитые войлоком? Это было очень странно. И там был один странный парень, он начал орать на меня. Но это было смешно, потому что у него не было одного переднего зуба. Фантазмагория какая-то. Все это нельзя было воспринимать серьезно. Могу себе представить. И все это время вы думали, что хотите построить свою собственную ракету. Точно. Прием номер пять. Прими свою уязвимость. Большим заблуждением является отношение к уязвимости как к слабости. Думаю, многие люди привыкли так думать. Это является составной частью нашей культуры. Мы думаем, что если открываешься другим людям, если ведешь себя открыто, а не застегнуто на все пуговицы, то ты демонстрируешь слабость. Но на самом деле это совершенно не так. Лично я считаю, что открытость – это выражение своей храбрости. И это подтверждается в моем исследовании. В моем исследовании я задавала людям разные вопросы, например, как они могут описать уязвимость. И они приводили примеры такие, как создание собственной компании, принятие ответственности за какой-то косяк на работе, или строить планы относительно будущего наших детей с женой, у которой третья стадия рака. Или опубликовать информацию о собственном бизнесе во всех социальных сетях. Уязвимость всегда связана с неопределенностью, риском и обнажением своих эмоций. Вы не сможете избежать уязвимости, если позволить обнародовать какое-либо ваше начинание. При этом у вас нет никакой гарантии успеха. Пару лет назад я сделала одно видео на эту тему, меня она всегда интересовала. Ее перевели на американский язык жестов. Переводчики обратились ко мне до начала трансляции, чтобы уточнить, собираюсь ли я использовать какие-то особые слова, которые часто повторяются, чтобы они могли подготовиться и заранее перевести их. Я сказала, что часто повторяю слово «уязвимость», на что они сказали, что показывают это слово вот так. Я спросила, что это означает. Они ответили, что это человек на коленях. Я сказала, что это не то, что я хочу сказать об уязвимости. Одна из переводчиц ответила, что есть еще один знак, означающий уязвимость. И я сказала, понятно. Именно об этом я и хочу говорить с аудиторией. Лично для меня уязвимость является самой точной мерой храбрости. За 12 лет у меня накопилось более 13 тысяч примеров демонстрации смелого поведения, и в основе каждого из этих примеров лежала человеческая уязвимость. Люди относятся к уязвимости как к слабости, поскольку уязвимость парадоксальна. Вы подсознательно ищите уязвимость в другом человеке, но это последнее качество, которое вы хотите демонстрировать кому-то из окружающих. Вы хотите видеть ее в других, но не хотите показывать у себя. Поэтому я считаю, что если вы отважились продемонстрировать свою уязвимость, значит вы по-настоящему смелый человек. И это демонстрация истинной смелости. Прием номер 6. Делай комплименты другим. Я пользуюсь одним приемом, он позволяет мне установить взаимосвязь с другими людьми. Это такой трюк. Когда я встречаюсь с кем-нибудь в первый раз в жизни, я пытаюсь найти что-нибудь, что позволит мне сделать этому человеку комплимент. Это происходит автоматически, практически непроизвольно. Конечно, это нравится людям. А вы делаете это совершенно искренне, ведь вам нравится то, что вы хвалите. И людям вы начинаете нравиться больше. Когда они будут думать о вас, они будут вспоминать с благодарностью ваши комплименты, потому что им понравилось, что вы хорошо отозвались о них в первый раз. Помните, что у нас только одна попытка произвести первое впечатление, так что нужно хватать быка за рога и говорить другим людям искренние комплименты. Спасибо, ребята, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось. Мне очень интересно, какой прием понравился вам больше всего. Что из этих советов вы начнете применять прямо сейчас? Оставляйте свои комментарии. Кроме того, если вам кажется, что можно добавить к этим шести пунктам еще, также пишите об этом в комментариях. Еще раз спасибо, что посмотрели видео. Я верю в вас. Продолжайте верить в себя. И каким бы ни было ваше главное слово, до встречи. Увидимся в следующих выпусках. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других, и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok